Всем привет! Судя по тому, как хорошо вы посмотрели мое предыдущее видео, где я мою волосы колы, я так подумала, что это видео вам понравится. Итак, сегодня я буду мыть голову фантой и спрайтом. Мне очень интересно посмотреть, что получится. Особенно интересен эффект от фанты. Если вы не смотрели предыдущее видео, где я мою волосы колы, ссылочку я оставлю в описании. Я немного переживаю за свои светлые волосы после именно фанты. Боюсь, как бы она мне не покрасила их. Это все будет на ваших глазах. Я думаю, вам вдвойне будет интереснее посмотреть, что же получится. Ну и что ж, погнали в ванну мыть волосы газировкой. Итак, ребята, я перенесла в свою ванну. И вы меня в прошлом видео спрашивали, почему я мою голову не в ванной. Да потому что у меня там ванна не позволяла. Да и здесь не особо удобно это делать. И вам не хорошо видно. И если вы слышите, у меня вытяжка работает. Я не могу ее отключить, она включается вместе со светом. Так что, как вы поняли, условия для съемки в ванной не особо удобные. Но сегодня я это сделала, потому что тут у меня даже тазика нет. Первый у нас зайдет спрайт. Я, кстати, не мыла волосы специально, чтобы опять проверить. Может, она жир смоет. На этот раз я взяла литровые бутылки, а не двухлитровые, как в прошлый раз. Потому что двухлитровые было неудобно. И столько мне не понадобилось. Пришлось потом эту бутылку стояло-стояло, но и в итоге я ее выкинула. Надеюсь, там все будет видно. На самом деле пахнет каким-то, если честно, лимонным пималюксом. А знаете, спрайт, он не такой липкий, как Кока-Кола, мне кажется. Потому что, мне кажется, тут меньше сахара. Ну что, я намочила все волосы. Думаю, этого достаточно. Не обязательно нам сейчас спускать весь спрайт. Спрайт я попью, это не кола. Хотя это одна и та же компания, но я люблю спрайт и меринду. Фанту я, кстати, не очень люблю. Потому что... Ого, у меня тут такой вырез был. Ё-моё. Я не специально. Надеюсь, там это не сильно было видно. Ну ладно. Ничего лишнего в любом случае там не выпадает. Да, правильно? И да, я люблю меринду больше, чем фанту. От фанты у меня болит живот, а от меринды не болит. Хотя это почти практически одинаковое. Ну, действительно, ощущения совсем другие. Не так, как от Кока-Колы. Мне кажется, тут реально намного меньше сахара, чем в Коле. Ну, сейчас мы проверим. Волосы почему-то пахнут бальзамом. Спрайт не особо выраженный запах. Имеет волосы пахнут бальзамом, который мне до этого мыло голову. Ого, видали? Уже вот какая-то история интересная получается. Надеюсь, я не останусь с высой. Так, ребят, я высушилась. Эффект не такой, как от Кока-Колы. Вообще, рука не липнет и волосы не липнут. Совсем уже другой эффект получился. Кстати, не забудьте, что я сейчас еще фантой буду мыть. Это я вам сейчас про спрайт расскажу. И опять же, у меня получились такие мокрые кудряшки. И волосы сейчас на самом деле очень объемные. Посмотрите, я не пользовалась никакой расческой, но у меня такие достаточно объемные волосы. Ну, вы видели, я просто, в принципе, высушилась. Волосы объемные, имеют каркас и не липнут. Вот этот эффект действительно можно на реальный какой-то эффект снести. И, кстати, ребята, которые писали, что Колу надо было смыть, только потом сушить. А смысл тогда проводить эксперимент, если Колу не останется на волосах? Я уверена, что никакого эффекта вообще не будет, если газировку не оставлять на волосах. Нет смысла ей мыть. Так что я думаю, что в моих экспериментах обязательно нужно оставлять ту самую газировку, сушить и смотреть, что она для волос дает. А так она, я уверена, что ничего не даст, если просто помыть ей сразу же волосы. Ну, ребят, ну, если честно, прикольно как-то получается. Мокрая химия. Волосы у меня от природы прямые. Как будто я вышла из ванны. У меня такие влажные волосы. Хотя они сухие, я их высушила. Но они так смотрятся. Блин, прикольно. Вот спрайт реально можно так использовать. Это реальный какой-то действенный лайфхак, который делает волосы прикольными. И так, как и обещала, следующий эксперимент у нас продолжится уже с фантой. Но прежде чем это сделать, я думаю, нужно смыть спрайт просто водичкой, чтобы у нас ничего не перемешалось и был исключительно эффект от фанты. Я помоюсь водичкой. Окей, волосы я помыла. И приступаю к нанесению фанты. Блин! Она очень туго открывается. Мне кажется, я не смогу ее... Нет, слава богу. А то я дома одна открыть даже некому. Знаете, честно, хочется попробовать немного. Ммм, апельсинчик. Что-то у меня есть натуральные апельсины. Надо их поесть. Все, начинаю заливаться. Холодненькая такая. Шипит. Пахнет витаминкой С. И водичка желтенькая. Я надеюсь, мои волосы не покрасятся. Пахнет очень-очень вкусно апельсиной. Так, сейчас самое-самое интересное. Ну, фанта тоже не такая липкая, как кола. Почему-то кола была самая липкая, причем в разы более липкая. Волосы опять. Зацените. Кудрявенькие. Непонятно, откуда эти кудряшки. И я не кудрявая. Мой брат кудрявая, а я нет. Так, ну что, вот он результат. Мне, если честно, кажется, что у меня волосы стали немного желтее. Блин, ребят, посмотрите, они, по-моему, реально стали желтее, бельбелее. Но я думаю, это все смоется водой. Надеюсь, все смоется водой. Она не такая липкая, как кола, но и она не такая не липкая, как спрайт. Она что-то между. Такого прям объемного эффекта уже нет, как от спрайта. Но что-то похожее. Опять же, волосы очень-очень кудрявые на этот раз. Вот эти прям вообще очень кудрявые. Как будто я действительно сделала дорогущую укладку в салоне. Необычную такую. Ну и вот, в общем, такая чудодейственная газировка у нас оказывается. Вот такой дает эффект на волосах. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Делитесь им с друзьями. Ставьте пальцы вверх. Комментируйте. И на этом все. Всем пока.